Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Друзья, настало время обратиться к истории, и сегодня у нас в гостях, пожалуй, самый известный вымерший вид, который еще недавно топтал снега Евразии. Встречайте мамонта — вымерший род млекопитающих, живших в период с плеоцена до начала голоцена. Эти доисторические слоники достигали высоты в пять с половиной метров и массы тела в 14-15 тонн. То есть мамонты были в два раза тяжелее самых крупных современных наземных млекопитающих африканских слонов. И вопреки распространенному мнению, мамонты не являются предками современных слонов. Русское слово «мамонт» предположительно означает «земляной рог» и сближено с христианским именем «мамонт», которое по-гречески значит «материнский», а из русского языка слово уже попало во многие европейские языки, в частности, в английский. Вообще, мамонты были разные и насчитывали аж 16 видов. Это отдельная ветка от семейства слоновых, не сильно близкая современным слонам. Однако их объединяет одно — они все вышли из Африки. На Черном континенте мамонты появились еще 4-3 миллиона лет назад. И первые их представители очень походили на современных слонов. Правда, ростом они были побольше — до 3 метров 60 сантиметров, а бивни у них были подлиннее и ушки поменьше. Хобот на конце имел поперечное расширение, которое предположительно служило для разгребания снега, предотвращения обморожения хобота, а также для употребления снега для утоления жажды. На спине наиболее северных видов располагался горб, который, как у верблюдов, накапливал мощные запасы жира. Так бы и остались мамонты слонами, если бы их потомкам не пришло в голову попутешествовать. И в этом трипе по планете Земля мамонты разделились на виды. Самым крупным представителем рода был абсолютно не волосатый степной мамонт. Его рост достигал 5 метров. А самый маленький мамонт — критский карликовый мамонт. Яркий пример островной карликовости — это явление, когда на острове из-за недостатков ресурсов и территорий вид становится меньше, чем его материковый аналог. Так вот, из трёхметрового гиганта критские карликовые мамонты превратились в мелкость, ростом не больше одного метра. Те виды, которые жили в окололесной зоне, были мельче, так как им приходилось протискиваться сквозь подлесок, а степные и тундровые мамонты были крупнее. Собственно, та же ситуация наблюдается и у современных слонов. И лишь один из 16 видов соответствует всеобщему представлению о мамонтах. Это шерстистый мамонт. Он единственный из всей своей родни, кто сумел выжить в ледниковый период. Шерсть и немаленькая жировая прослойка спасли трёхметрового гиганта от холода. Самое интересное, что шерстистый мамонт был так приспособлен к жизни в холоде, что когда стало чуть теплее, он вымер. Хотя охота первобытных голых обезьян тоже стала ключевым фактором в вымирании мамонтов. Как я уже сказала, шерстистые мамонты вымерли относительно недавно, всего 4000 лет тому назад. Именно поэтому в вечной мерзлоте до сих пор находят целые скелеты с этими гигантами. И именно поэтому мамонты довольно хорошо изучены великими умами. Кстати, шерсть у некоторых видов северных мамонтов была светлая. Она помогала для маскировки на заснеженных равнинах. А вот подшерсток был более тёмный. Во время линьки мамонты могли искать скалы и деревья, чтобы чесаться. И после прохода стада мимо деревьев можно было бы собрать сразу несколько десятков килограммов шерсти. Социальная структура древних мамонтов мало отличалась от современных слонов. Они также жили в больших стадах по 20-30 голов с самочкой во голове. Причин вымирания волосатых гигантов несколько. Из-за глобального потепления мамонты лишались своих привычных мест выпаса. Бывшая тундра заболачивалась и зарастала тайгой. Шерстистые мамонты паслись в ныне несуществующих экосистемах. Мамонтовые степи — это огромные северные степи, на которых росла очень высокая трава, преимущественно из калорийных злаковых культур. Мамонты и крупные копытные поддерживали эту степь в рабочем состоянии, но после их вымирания и данная экосистема заросла древесными растениями. Популяция, жившая вдали от людей на острове Врангеля, пусть и уменьшилась в размере, зато пережила своих континентальных сородичей еще на 5000 лет. Исчезли мини-слоники лишь с появлением на острове человеков-охотников. И это вторая причина вымирания мамонтов, по которой существенную или даже решающую роль в вымирании сыграли именно охотники верхнего палеолита. Ну а всякие там саблезубые кошки вряд ли могли сильно повлиять на численность мамонтов. Кстати, ролики про саблезубых кошек есть в плейлисте «Вымершие животные». Однако в 21 веке наука не стоит на месте, и в рамках проекта «Плестоценовый парк» исследуется гипотетическая возможность восстановить мамонта или создать мамонтоподобных слонов с помощью генетического материала, сохранившегося в замерзших тушах животного. А как Вы считаете, стоит ли клонировать вымершие виды животных? Напишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим Вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю Ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч.